В Екатеринбурге бывшая сотрудница налоговой инспекции выплатила в доход государства 12,5 миллионов рублей, законность получения которых она не смогла подтвердить. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в рамках исполнения закона о противодействии коррупции, надзорный орган выявил у мужа сотрудницы межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 24 в Екатеринбурге имущество стоимостью свыше 20 миллионов рублей, приобретенное им аж с 2014 года. При этом совокупный доход инспекторши и ее мужа за три предшествующих отчетному года не превысил 4 миллионов рублей. В ходе начавшейся проверки дама по собственному желанию уволилась с государственной службы, но уйти от ответа все же не смогла. В суд бывшая инспекторша привела свидетелей, которые подтвердили, что давали супругам деньги в долг. Их показаниям суд поверил. Таким образом, без объяснения источников происхождения остались только 1 миллион 400 тысяч, которые суд первой инстанции и принудил ее вернуть в бюджет. Однако прокуратура железнодорожного района со столь мягким наказанием не согласилась и подала апелляцию в Свердловский областной суд, который первое решение суда отменил и, по представлению прокурора, вменил коррупционерке выплату в размере 12,5 миллионов рублей. А чтобы бывшая госслужащая и ее муж не попытались избавиться от незакононажитого, суд наложил запрет на совершение регистрационных действий по принадлежащим им транспортным средствам, недвижимости, а также заблокировал банковские счета супругов в размере, достаточном для взыскания всей названной суммы. Любопытно, но даже арест имущества и счетов не помешал бывшей госслужащей найти всю сумму, чтобы исполнить решение суда и вернуть 12,5 миллионов рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что сотруднице налоговой инспекции не было предъявлено обвинений в совершении уголовного преступления, то есть не был выявлен и доказан ни факт взятки, ни мошенничества, ни растраты, поэтому никакому иному наказанию она подвергнута не была.